Это утро следующего дня. Сегодня у нас 2 октября 2019 года. Раннее утро. И мы вот решили тут узнать, где вода течет. Вчера эти баллы убрали. Вот сколько бобры тут натаскали и налепили. Солнце уже поднимается, а вода вот в углу так и течет. Надо определить, где она пробивает. Бобры не могли ничего сделать, потому что не они делали это. Где-то под нашим идет внизу, а они найти не могли. Запечатали бы. Вот так. Ну что, давай. Молимся. Молимся. Господи Божий наш, слава Тебе. Благослови наш труд. Сделай его полезным и безопасным. И сохрани его от недобрых людей и зверей, животных. Тебе слава за все, отец иный святой дух. Аминь. Богу слава. Вот так. Вот отсюда все видать. Лиса все уже осенью готовится. А деревья вот здесь вот все погрызены. Отвалены бобрами. Вот оно. Видно вот это его зубы. И так по всему периметру. Там большие тополя повалили они. На боку ветлины. Все у них идет в дело. Трудяги. Лопаты взял, Володя. Вот сейчас сходят. Смотри, чтобы вода не попала тебе в эту. А? Куда длину? Туда, если можешь. Кидай дальше. Дальше туда. Прямо под эту. Ну, вон. Загородку. Или гони туда. А туда не надо никуда? Да. Я думаю, да. Сюда не надо. Тут мы ходим. Только дальше кидать. Под самый под эту. Ну, где жерди. Под жерди. Между столбами. Чтобы бобертом натаскало это. Это не трогать. Вот так. Конечно, если можно было бы столкнуть там до самого конца, то это неплохо было. Но тут не сделать это. Вот представь себе. Никто за это не платит. Ничего. Человек выходит и работает. Мы с Володей здесь упариваемся каждый день. Люди смотришь, а я снимаю. Ничего не делает. Ну, и раз у Володи снимает. Делаю. И сначала оторвать надо было тебе это. Ты ничего не выгодноешь этим. Вот так вот. Вот. Гони. Э, э, нет. Это в дерево не надо. Я натащил лопату. Поэтому лучше камыш чистый его рвать. Подальше как. Можно выше. Вот. Я думаю, даже так. Знаешь, что? Ты вот между двумя столбушками, вот этими вот, посередке которой пройди до конца, а потом оттуда сюда и туда сгонишь. Кидать не надо будет. Вот так вот. Пройди раз за два. Вон она, вода пошла уже. А во вторую половину, когда туда это сойдет, вот. Не надо поднимать ничего. Вот. Ты правильно сказал, тут неглубоко. Ну, надо пробить туда. Иначе там вода стоит, и надо, чтобы она пошла. Вот так. Даже один раз просто пройти. И попутно большую траву сам. Вот так. Это деревянный у нас короб. Бетоны мы не один раз делали. Это очень трудоемко. И все равно его пришлось засыпать. Потому что наступило время поднимать. Вот здесь вот. Выше, чуть ли на два метра. Мы чистить озеро не можем. И за счет поднятия дамбы, запруды. Выходим из положения. Ну, здесь вот у нас было, допустим, 30-40 сантиметров лужа. Сейчас два с половиной метра. А может быть, даже и три. Кое-где. Ну, вот здесь вот еще добавится. Вон она, вода как пошла. Гляди. Прямо толкай туда и все. Она там нету ничего. Внизу. Чем больше там мусор убудет, тем лучше. Не будет ямы. Вообще, довольно сильно вода утекает. Смотри, пошла как. А то ее не видно было, где она течет. Она под рязкой. Там вот этого, который камыш, вырвать желательно его руками. Оборвать и выбросить. Не важно, что с корнем, не с корнем. Главное, отрубить. Сколько рукой достанешь, убрать его. Потому что это будет воду задерживать. Отчасти. Вот она, вода идет туда. Из пугла выбивает. Идет, разворачивается. И пошла вниз. Кидай, кидай, кидай прямо оттуда вниз. Вниз кидай. Там это лучше. Она маленько будет гаситься, вода. Можно было ее свалить как-то. Если можно. Может лопату дать такую. Да вот этого и достаточно будет. На такое расстояние. На полметра хотя бы. Вот видите, как здесь. 6 метров, 7-8. 8 метров короб. Длина его. Ну и ширина 2 с лишним. Вода свободна. Сильным наплывом идет. Какая труба тут может выдержать? Раз, два, три, четыре, пять. Ну почти метр высота. Вот такая вода попрет. Тут уже поднято маленько. И вот он здесь запечатал. Мы показали вчера. Все на этом. Загородили мы с этой стороны. Тут тоже идет. Как дамба поднятая. И вон туда кверху. Потому что надеемся. Дальше еще больше воду поднять. И что рыба, чтобы не вся вымерзала. Здесь крещение каждый год идет. Половили больших карасей. Самые большие. Значит, не все примерили. На Рыжковский мы 700 штук отправили. Перевезли. Там может и не было ни одного. Но теперь все равно выживут. Карася-2. А это вот. На дамбе с той стороны. Растет ветла. С этой стороны пришлось убрать. Потому что. Бабры подпиливают. Все это падает. И гниет в воде. Вот сейчас будем здесь вот вырывать. Ну вот здесь начали прокапывать. В углу действительно. Вот из-под этой вот балки. Балка вот она была там внизу. Мы ее вытащили. На эту положили. И бобры здесь вот эту настройку сделали. Они чувствуют, где вода течет. Ну сантиметров 80 на 80. Пломбу сделали. Вот мы теперь все отдельно. Сеном сделали. Отдельного здесь вот. Сантиметров на 20. А теперь берем и там где была. Сухую подсыпаем. Но мы сперва тут выкопали вот. Вот. Сколько вы вытащили грязи оттуда, Володой. Вытащил. Все здесь прекратилось. Ни одна порошинка не шевелится. О, не шевелится. А там червячок какой-то он плавает. О, он. Кузнечик. Ну ладно. Тут Володя все прошел. Вот оно как выглядит теперь. Совсем по-другому. Теперь надо только сухой глиной сыпать и толочь с этим, пока она ту не выжимает. Ну да. Так. Господи благослови. Тут я сверху подаю глину на сыпь. Это вот перед этим нашим корытом. Сантиметров 65. Вот это дополнительная преграда. Вот она где-то вода просащилась. Это вода. Вот так. Не лопата моя нужна. Красная. Дай-ка я сейчас. Так. Сены. Сены не наступай. Там она ни на чем держится. Так, маленько подержи, не урони. Принесу два ведра. Так. 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 звукотина нанесло в этот край на улице еще тепло у нас мухи даже летают с утра только минус 3 там бывают минус 4 потом тепленько становится у меня работала марина христенко вот работница пошел насыпай и толки выше пусть есть бровка будет все теперь сеном теперь надо очень сильно толочь которая внизу жидкая она должна сюда поднимать и выжимать во все щели это сена труха матушка людмила попросила барабаша сделать ей там один тюк никто не брал коровы его разодрали на днях узнали а это остаток оставался брошенное и мы подобрали его давая пока никто не утащил с володе притащили мешки затарили сюда привезли мы сделаем общественную работу нам зато никто не платит ни копейки 28 лет уже поддерживаем экологическую эту разрушенную нишу все вытаскиваем где что с пирс льдом развернула теперь впервые стали на стол подавать уже рыбу тоже ловим бесплатно все это по-моему она выморозит ну толкаю туда сена больше глина она лишь забрала в себя а что и второе ведро бери она много глина возьмет вот так пересыпь еще раз так что мы скажем вот эти до доску не убирать этого хватит мы то делали тогда по той воде какая была раз воду подняли значит корыто наше вот такое рассыпка еще попробую до сверху сеном приподнять здесь угол до этого места на доски мы настаивать будем на том чтобы доска это стояла на месте ее может быть поколотить маленькой чтобы она плотно легла но куда маленько пройдись по ней мы постараемся чтобы ее не трогали во во там тоже получается три доски мы теряем мы если вода такая пойдет что ломить все будет тут делать тогда нечего придет сорвать доску эту это они тут будут тут ломиком ее вывернуть конечно она тут промыв и сделает вот то что мы делаем все легла отлично вот это мы могли сделать весной они кто суда даже носа не тот кто-то в интернете мне написал посмотрите в каком положении ваши пруды и какие будут весной и это мы пошли сюда и видим что тут большая наша ошибка была мы занимались другими прудами а сюда даже не заглянули она бы не подмывала не размывала а это вот дальше на той стороне сучки как дрова это все мы вытащили из этой грязи вот какая куча чтобы видно было это кроты мы сучки туда выбросили но тут мелочь тут есть куча какая огромная ну много тут растут где у нас тут ветла они режут и сюда ветки таскают носили я считаю все тут работа закончена и мы сейчас уходим только вон там пройти надо на берег вытащить какие волной прибила лопаты подтащим веревок правда нету но маленькими веревочками в несколько скрутить вот тут почти воды никогда не было сейчас далеко и там большие хатки мы можем зайти с той стороны показать это вот здесь бобры живут и вон там где-то поля в конце конце прямо видно норы какие-то под сваленными деревьями все 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 вытаскивай инструмент сюда выбрасывай мы сейчас и к пройдемся по берегу давай кидай сюда ну это рвань его надо где-то здесь затолкай его в эту затопчи ну да в угол где-то в угол в угол в угол вот так он полностью рваный мешок сейчас я тебе дам и лопату все получилось дощечки ну еще там хороший угол получился пусть так лежит трогать не будем придется может поднимать даже ты вот здесь вот она на 3 сена то побольше конечно ничего не добавляю только сена давайте еще раз вернем так ну еще я пошел туда ты это меня хоть задевай ногу как-то что я перешел у вас там камера не приблизила ну а мне перейти надо то бывает снимаете там все приближено у вас и грязи то накидал тут под ноги пройдет ну ты там вылазь поскорее сюда пойдем вот они лежат какие у сколько там пни доски ой 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 ну все там покажем где крещение когда идет кто принимал крещение пусть порадуются посмотрит где их завершение духовного рождения было плохо вижу берется крест где-то вас здесь вот ну ладно все вот я здесь вот этот из пруда выносим вытащили водя доковыряла до сюда кидал 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 еще раз огромное бревно о все вот я стою здесь и дополнительно возвели на сухом как бы переходная дамба вот бульдозер тут давно уже сколько вон все везде гребень снял его сюда взял подпер прямо под наш слив воды сток так володя больше не надо там там надо болотные сапоги идешь идешь нора нора но тут наверху похоже все это барсук тут барсуков много бобров много никогда их не было сколько я жил никогда андаторы были водяная крыса звали букаш какой тащит и тащит Володя не надо уже пойдем вылазь оттуда иди на ту сторону а я тебе подойду все все вот тоже вот подо мной нора вот иду здесь нора одна вторая влево вправо это барсук ну вот воду остановили полностью эту задачу не могли сделать эти бобры вот они бобры вот и как растет здесь вот они все все обгрызены ветки в ветлу посадили а ему нужно было для дела вчера левой ногой упал в глубокую нору навернулся перевернулся сегодня ночью сейчас болит нога но не сломал хотя бы в траве сантиметр даже 50-60 глубина была ну вот сейчас все это мы берем это вытряхивай мышки и затопчи вот сюда вот а чтобы не раздуло ветром да это сено нам сгодится все 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 прижми дощечками сзади ну и видно будет что здесь здесь тут разные тут разные доски пока вот бульдозер попросил запасную землю сделать вот она как раз сгодилась вот смотрим это называется комагориха лагерный пруд мы называли вот все наша большая большая ошибка была то что весной не посмотрели мы ну в течение дня бы все поправили мы занимались другими делами с жуками воевали так это толкушку надо взять вы что этот экспонат хотели с собой взять я хотел взять его с двух сторон как она подгрызена ну смотри что у тебя тут две лопаты толкушка мешки теперь не нести я толкушку возьму а ты остальное вытащишь да да ну все пошли теперь мы там будем грузиться не вести что осталось от ремонта садка и огородчика лагерного помолиться нам вот смотри это вот наша дамба идет в комагорих а вот дальше камыши и лог идет это наследие ноево потопа вот она вода как хлистала шла где ударяла вон там видишь зелененькая там в яме на там вот какая ширина ну километра воды были другого объяснения вообще не существует ни гор нету ни вода ни откуда а ширина до 100 метров бывает 50 вот здесь ну свободно метров 80 больше вот она вон она откуда вода то вон оттуда и вон там где там она еще шире шла ну и вот это она промыла а мы теперь тут заполнили ее нам чистить пруд никогда не перечистить миллион затребовали миллион мы рубли считаем а тут миллион один говорит у нас было километр на километр почистили 60 миллионов обошлось дурят просто сидит дома какой-то как шелохов говорил возгряка были насмехается над нами это иоанн экономцев сказал так говорит не чертили строят нам козни когда мир отощат иконы ну все давайте